Предлагаю в джаз клуб, наверное, стоп, какой он у нас по счету там, а мы с ним не будем играть, мы у него просто страничку должны забрать, и нам надо пёселю вздуть. Пойдемте, пёселя обыграем. Так, дживс, давай сыграем с тобой в Bell & Bones. Что ж, а это интересно, давай сыграем. Вообще, у меня достаточно клубочков, я могу всех их клубочками обыграть. Смотри, какие у него фигурки. А знаешь, что у него там? Этот, который спасал принцессу вот на полке. Клопак двухцветный нарисован. Ты про кого сейчас, подожди? Про вражескую команду. Видишь, на ком-то из этих двоих, наверное, на толстом парик должен быть принцесса или что-нибудь такое. Не очень понятно там. Так. А я могу вот этим заблочить вот здесь проход. Мы же здесь как раз у этих двойняшек проходили головоломку-то. Принцессу освобождали. На картинах. А, я понял, да. Да, да, да. А чё ты попёрся прямо через эту жижку? Постоять, что ли, тут? Ага, ты сам ко мне пришёл? Спасибо. Да, вроде он не должен меня догнать. Я могу ещё немножко напакость. А, нет, не могу. Вот так могу хотя бы перекрыть. Жалко, я не могу толкаться. А, он сейчас меня... Да. Угу. Не, толстый там у него в берете с пером. Что-то фигня какая-то получается, ну ладно. Вроде паук у меня не должен украсть. А, нет, смотри-ка, крадёт. Оп-оп. А чё толком он стоит? Ого, а так можно было? Угу. 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 А этот несильно далеко он может бросить. Им опять подогинул? А я не помню, как далеко он кидает. Угу. Угу. Если честно. Ну я надеюсь, он не кидает очень далеко. Тогда у меня есть шанс отобрать у него просто мячик и всё. Сейчас как запузырит на ту сторону карты. Да, вот это будет интересно. Вот это я больше всего боюсь. Угу. Угу. Да, он далеко кидает. Угу. 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 Ну, имею в виду, что так можно. Если нужно, срочно куда-то деться, чтобы никому не досталось. Угу. Интересно. Я не могу у него мяч отобрать. Раз-два-три, раз-два-три. А, нормально вроде. Хоба. Есть. Ну, вот это уже поинтереснее пошли игры. И вот я побежден. Впечатляющий Винсент. Я старался. Хорошо. А, у нас из игр, получается, остались... Остался главный. К нему сходим, наверное, уже потом. Пойдем в джаз-клуб. Не знаю, пытаться попасть. Кстати, у нас двое всего остались. А, нет, еще. Особняк Вану. А, джаз-клуб. Что в итоге-то, как нам попасть туда? Поговорить нужно... Летучие мыши. Народа может как-то... Ага. Висеть под потолком, пока все толпятся внизу. Удобненько. Мне нужно туда попасть, но как? А с какой группой поговорить? Вот с этими... Поговори со всеми. С кем можно. Я не могу ни с кем больше говорить. Здесь у тебя нет ко мне тупых вопросов. Да нет. А вот справа за столиком тоже не общает? Нет, вообще ни с кем тут не говорит. Угу. Могу только выйти отсюда. То есть я, наверное, пока здесь ничего сделать и не могу. Ну да, не очень понятно. А что у нас здесь, например, есть? Где этот Луис-то? Надо придумать что-нибудь другое, все. А группу... Нам нужна какая-то джаз-группа, чтобы сюда пройти, что ли? Ладно, пойдем в особняк ванна тогда. Ой. Мне кажется, или здесь жарко? Кажется. О, нет, тебе не кажется. Или кажется. Не кажется. Или кажется. Я на это не поведусь. Скучно с тобой, Винсент. Часы с кукушкой. Слышно, красивые часы для этого дома. Это... Нет. Не может быть. И почему мне вдруг захотелось потрогать его нос? Это место что-то со мной делает. Тебе теперь нравится нос? Кто знает. Может быть. Ладно, давай поболтаем с тобой. Интересно, он уже сросся с диваном или нет? Господь всемогущий, наконец-то вы здесь. Именно я наконец-то пришел, чтобы спасти положение. Для чего это? Чтобы починить вентиляцию, конечно же. И вам следует поторопиться. Разве вы не видите, что я здесь задыхаюсь? Я здесь точно не для этого. К тому же, я ничего не мыслю, не смыслю в вентиляции. Так что... О, Господь милостивый, неужто я проклят? Чем заслужил эти страдания, конца которым не видно? Неужели вселенная желает, чтобы я утонул в собственном поту или же сварился, как порость в котле? А вы, правда, похожи на свиньи. Ну так, чуть-чуть. И не буду ему это говорить. А сами вы ее починить не можете? Вы в своем уме? Эти нежные рученьки были созданы не для плебейского труда. Захар должен был починить, да только предал меня в самый трудный момент, когда здесь так жарко, так невыносимо жарко. Могли бы уже давно поднять свой аристократический зад с дивана и починить вентиляцию. Вы пришли лишь за тем, чтобы меня мучить? Если так, то полно. Я не вставал десятилетиями, и в ближайшее время делать этого не планирую. Но спасибо, что назвал мой зад аристократическим. С этим я вынужден согласиться. А кто такой Захар? Он был моим верным слугой. Его род служил моему много поколений. Но он оказался не более чем мерзким предателем, оставив меня такого беспомощного в этой духоте. То есть, на самом деле, он никуда не уходил. Скорее всего, сидит на кухне. Может, ему просто больше не хочется быть слугой. А может, он просто неблагодарный болван с пагубным пристрастием к азартным играм. Но откуда мне знать? С пристрастием к азартным играм? О, да, и еще каким. Он даже проиграл часы моего отца какому-то грязному рыбаку. Это было еще до того, как мы здесь оказались. Захар тогда проигрывался в карты, а теперь сходит с ума по B&B. Азартные игры должны быть включены в список смертных грехов, Уклянусь вам. Звучит серьезно. Это от того, что так и есть. Слава Богу, я спрятал все ценности, до которых он не успел добраться, иногда сам поражаясь своему недвижным умом. И куда же вы их спрятали? Отличная попытка, мой юный друг. Что ж, попробовать стоило. На самом деле, мне нужно забрать у вас часть заклинания, которое должно призвать Беатрис. Что? Тот бесполезный клочок бумаги? Ах, то есть, тот бесценный документ? Право, его ценность трудно переоценить, но быть может, если починить вентиляцию. Ловко придумано. Хорошо, я попробую. Великолепно! Я буду ожидать здесь, в своем кабинете. А как давно сломана вентиляция? Что ж, давайте посчитаем. 15, 18, около 27 лет. Это просто невыносимо. Даже Данте не мог себе представить столь ужасающего круга ада. Вообще-то, в божественной комедии упоминается, что некоторые грешники будут томиться в пылающей гробнице, охраняемой их фуриями. Николай, неужто вы намекаете, будто я не читал Данте? Что ж, вы будете правы, но теперь, когда речь зашла о фуре, мне даже стало интересно. Может, стоит как-нибудь почитать, если только я не утону в собственном поту? Ну, вы 27 лет страдаете от жары и ничего с этим не делаете? Впечатляет. Что ж, спасибо. Никогда не поздно перестать быть полноценным членом общества. Крайне рекомендую. Мне пора. Я буду здесь. Так, а где твоя вентиляция-то? Наверх, наверное. Может, на кухню ходить? Наверное, давай на кухню сходим. Там это должно сидеть. Там закхар должен быть, да. О, чай гоняет. Чеснок. Я еще не видел здесь вампиров. Пока что. Кролик, давай отведем тебя домой. Никогда раньше не видел такой. Это называется самовар. Так, на заметку. И как он так укладывает бороду? Хотя, какая разница, у меня все равно такая не вырастет. А ты кто еще такой? О, привет, Ник. Захар. Захар, давно не виделись. Я планировал больше с тобой никогда не встречаться, но да ладно. А ты тот новенький, который зачем-то всем помогает. Да и все равно. Мне плевать, кто ты такой. Честно. Чего надо? Мне нужно починить вентиляцию, чтобы твой хозяин отдал часть заклинания. Не знаешь, как это сделать? Единый чердак, вентиляция там. Я ее уже давно не трогал, надеюсь, не прогнило. А еще, если увидишь Пипсквика, не пугайся, лучше передай ему передай от меня привет. И, кстати, он мне не хозяин. Это в прошлом. Понял, надеюсь, ее еще можно починить. Может быть. А может и нет. Можно тебя кое о чем спросить? Ага, не то, чтобы я здесь занят размышлениями о жизни. Почему ты просто сам не починил вентиляцию? Вот уж еще чего. Больше я для этого ленивого жердя ничего делать не буду. Он без моей помощи и чашки поднять к рту не может. Служить ему полжизни — это одно, но вечность — нет уж, спасибо. Давно надо было уйти. Тогда почему ты все еще здесь? Хороший вопрос. Я много раз думал уйти, но здесь иногда так одиноко. Ты не подумай, я этого слезняка ненавижу. Но только он один у меня и остался от прошлой жизни. Как-то привык уже к нему, знаешь. Мне здесь комфортно, даже когда он вяжет оке поросенок перед тем, как его зарежут. Есть еще причина, но я достаточно сказал. Я рассказал. А как вы с ним познакомились? Ой, как вы оказались в Атаверленде? Что ж, история такая же тупая, как и сам Ван. Если вкратце, он влюбился в какую-то княжескую дочь. Влюбился крепко, трудно поверить, да? И она была та еще красотка, это правда. Но ее собирались выдать за другого, ну ты понимаешь. Так что Ван приказал мне его убить. Ну я и убил. Вот и все. Что, правда убил? Ага, с чайной ложкой. Ой, пока. Ага, иди. С такой отсылкой еще, что он русский. Ага. Акцент ему такой сделал для самого поставили. Захар. Там сушки у него валяются или что там? Я хочу бросить. Да, сушки вроде. Я хочу бросить тебе вызов в Bell and Bones. Не знаю зачем, но давай сыграем. Пожалуйста, готовься, пора играть. Забавно, тут персонажи с разных времен, да, с разных стран. Ага. Такая сборная солянка. Зачем я с тобой играю, это вообще мне интересно. Дурак. Он дурак. А хотя ладно. Сейчас вот так сделаем. А почему мы... А, потому что я мячик кидал. Точно. Вот так вот заблокируем, значит. Как вы выстрелились. Красиво. Смогу я вот так вот обогнуть? Мне кажется, должен. О, я могу вам еще... О, я могу вам еще... Немножко жизнь попортить. Коварный Саш. Да. Он какой-то слабенький. Я не совсем понимаю, зачем он нам нужен. Может, он нам подскажет, как вентиляцию починить? Если обыграем. Ее, попал. Как показала практика, это самый неприятный момент. Заново надо начинать. Ага. Чего? Не верю, что ты победил. Муглевал, небось. Кто-то не умеет проигрывать. Заткнись. А, и все, да? Ну ладно. До свидания. Заткни, что-то. Вот, а его. Акцент у него, как у меня, да. Хорош такой акцент. Нет? На лесенку. О, клубочек. Вот так становятся чемпионами. Я еще ни разу не воспользовался. Монализа там, наверное... Короче, удивилась бы, увидев интерпретацию. А вот это? Да. Что это там? Это вентиляция, которая не работает? Ага. А пинкис, это вот этот вот паучок? Так. Давай начнем. Окно. Круглые окна, это прекрасно. И почему их делают только на чердаке? Куча вещей. Столько вещей просто валяется без дела. Типичные богачи. Думаю, эта схема поможет починить вентиляцию. Подожди пока. Кстати, а вдруг использовать клубок равно мухлёшь равно плохо? Мысль, конечно, интересная. Но пока что интересно так обыграть. Ну да. Я не думаю, что я уже буду пользоваться этим. А ещё, может быть, это предположение, что есть ачивка на то, чтобы не использовать ни один клубочек. По-любому. И есть ачивка, чтобы использовать клубочек. Да? Думаю. Я более чем уверен, да. 1911-й. Похоже, им повезло оказаться в Этеберленде. Этеберленде. Затебразная. Что? Почему я смотреть-то не могу её? Ну ладно Никогда бы не подумал, что у Захара В комнате будет что-то подобное Чего я это не подумал-то Все получается Ладно, давай чинить, пробовать Мне надо, по идее Вот эти трубы было бы собрать Там, кстати, забавно, да? Видел на календаре год? Примерно из какой эпохи они 1911-й там Напор воздуха очень слабый Кажется, что Что-то на крыше мешает ему Проходить, да? А, то есть мне надо Я понял А как Поворачивать? Никак? Нет, не должно быть Уход длиннак А правая кнопка есть ли? Нет Нет, ну тут нет Горизонтальных, поэтому по-любому Должен быть поворот Повернуть вон, смотри А, Р Так А, нет Мне сюда не надо было заводить Наоборот Мы можем к Захару И к нему попробовать завести Как оно? Вот, подожди Я все-таки не очень ловлю Это отсюда втягивается воздух, правильно? С улицы С улицы Вот сюда А дальше? А тут возможно присоединить Как-то можно Возьми какую-нибудь Поворотную штуку И попробуй Во Ну ты все дальше Веди Думаешь? Ну вот, кстати В соседнюю комнату Тоже там можно присоединить Справа которая А, вот сюда? Да, там тройник, видимо Поставить надо в центре Нет, ниже Не гофро поворот На этом должен А тройник Нет, тройник Я понимаю Ну да, тоже можно так Вот, а здесь Поворачиваем Ага Так Одна запитана Супер Здесь возможно Тоже нужно тройник ставить Налево и направо Да, наверное А, там Смотри Вообще с той стороны Нужно подводить Большую комнату Где этот лежит На диване То есть через верх Получается Здесь нужно разветвлять Ага А, более хитро так Ага Просто смотри Вон где Получается Здесь вот с этой стороны Все входы А там с дальней А почему-то длину Мне здесь не надо Да, мне здесь не надо Сюда я просто Добожу Получается большой Да, да, да Идеально Хватил бы Но они тебе Вот, видишь Якобы говорят Что нужно Через низ провести Тут По старой детали Вот где торчат Хм Типа тройник сюда Нужно запустить А не там Через И через верх Ним подвести надо А через Через низ Через какой низ Нет, ну они Нет, они роли не играют Вот эти Это все Это мне кажется Но их можно типа использовать Их можно использовать Но это обман Мне кажется Ну, я же не спорю Просто детали Ограниченное количество Поэтому Фиг его знает Ну сейчас Вон, смотри Поворотных уже Не хватает Последняя осталась Слишком много Использовали Поворотных Да Зачем Это я Наслонялась Показывала Пальцем в экран Тогда Здесь можно Без гофры Вообще Бойтесь А Вот так Да Но мне здесь Все равно Надо А, ну вот так Да, слушай Я же говорю Это обманки Но мне не хватает Все равно Чтобы все Закрыть При таком Раскладе Надо смотреть Должна быть Возможность Как-то Ну, кстати Да, можно Не через середину А, хотя нет Можно Не через середину Пройти Да А вот С центра Можно убрать Вот это все И подвести Вот через право Мы таким образом Одну гофро Освобождаем Да Сложно Конечно Но как равно Метаться Пальцем Показывать Не очень удобно Делай пока Там дальше Видно будет А все Да Все Вроде все Запитано Если я все правильно Понимаю Ну, я не вижу Каких-то косяков Ну, вроде все Да Я не уверен Что мы Вот это Вот это Вот правильно Сделали Мне кажется Надо вот отсюда Вести Чтобы То есть Вот эту Мне кажется Надо соединить Вот с этой Говорят Крышу наполню А в крыше Нет что ли Там трубы Нет В крыше Я не могу Воткнуть Это уже Встроено Ну, все Ты там Отсоединил Вот так Мне кажется Должно быть Ну да Основное Туда-туда Разветвление Идет Попробуй Сходи Посмотри А, ну показывает Что ему жарко Еще, да? Я не знаю Давай сходи Посмотрим Ну, по идее Какая-то реакция Должна была быть Странная Как вообще Узнать Что он работает Нельзя в крышу Засунуть Ничего Вообще Тебе все еще Жарко? Или что? Ну, видимо Мы что-то Не так сделали Пока Да, да Это я Он самый Вы правда Заставили Захара Убить человека? Вы так драматизируете Тот Монсье Монсье Блин Я имею ввиду Что ему было 94 Захар должен был Отравить Отравить его десерт Но бедняга Подавился чайной ложечкой Еще до того Как успел попробовать Наш фирменный крем-брюле Жаль, Беатрис В этот вечер Тоже захотелось Немного сладенького А, ее тоже Беатрис была там Но как? Лечила сына Одной из великих Книжон Не помню его имя Хороший был Мальчик Но такой хрупкий Не представляю Что стало с ним После того Как Беатрис покинул их Ничего хорошего Полагаю Такая жалкая причина Оказаться здесь Ха Мне доводилось Слышать Что произошло На моей родине Вскоре После того Как мы исчезли Теперь уж Я бы и сам Предпочел Вот Эверленд Единственное О чем я сожалею Так это о том Что нет рядом Моей Александра Надеюсь Они нашли Мужа Который не начал Разлагаться Прямо на брачном Ложе Мне пора Пошли дальше Смотреть Если мы что-то Не так сделали Я кажется Понял Про что Пишут В чате А, напор воздуха Очень слабый Кажется Что-то на крыше Мешает ему Поступать в вентиляцию По лестнице Можешь залезть Сюда может А Нет, не могу Не могу Я так сделал А физически Ты на эту лестницу Залезть не можешь? На какую лестницу? Ну вот там Ее должны Вот эта Лестница Нет? А, слушай Точно Как много газа Как много газа Кажется Он ему нужен Для разных дел Ну понятно Почему воздух Не проходит Дом Пипа Пипсквик Не уверен Что хочу знать Что он курит Пипи Пипи Он не Захар Не, старина Вообще не скучаю Там у меня Ничего не было Но здесь Здесь у меня есть Все, что мне нужно А то, что я стал мышью Всего лишь небольшая цена К тому же Я теперь гораздо симпатичнее Но ты не свободен Это место Даже не до конца Реально А ты разве был Свободен Там В реальном мире Что-то я сомневаюсь Старина По крайней мере Я не был заключенным Который не может Уйти по собственной воле Даже не пытаясь Убедить меня Что жизнь здесь Лучше, чем в реальности Если подумать То нет Не был Честно говоря Не уверен Что у меня есть Ответ на этот вопрос По крайней мере Я не был заключенным Ага, старина Надеюсь Тебе от этого Стало проще Вспоминать Прошлую жизнь Там я был Лишь обузой Сначала для родителей Потом для своей девушки А когда я это закончила Стоит для себя самого Здесь я чувствую себя Свободнее Чем когда-либо Захар передает тебе привет Как же я скучаю По этому Воршливому парню Мы постоянно Звисали здесь Смотрели на звезды Говорили о жизни Блин Но эмоции пробивает Почему вы больше не винитесь Потому что теперь Его волнует Только эта дурацкая игра Что это было Бен Джонс Барн Стоунс Неважно Старина Я думал Что смирился Но ты знаешь Как это бывает Давай не будем Об этом говорить Ну вот Теперь мне грустно Я пришел Чтобы починить вентиляцию Есть идея Как это сделать А понятно Вряд ли у тебя Это получится Старина Почему это Ну если не заметил Я типа тут живу И что Не можешь Немного подвинуться Ты что Не видишь Что у меня тут дом Огород Думаешь Это ничего не стоит Ты можешь просто Прийти И швырнуть меня Отсюда Вместе с моими Цветочками И всем остальным Это был вопрос Ты что Пип Я не это Мел ввиду Уверен Мы найдем Другое решение Точно Есть другой вариант Когда Захар Еще был в уме Он делал Для моего домика Какую-то кривую Трубу Может она Все еще В его комнате А я знаю Было-было-было там Это может Может сработать Я пойду До скорого Старина Взап Ага Ну-ка-ну-ка Что у нас там Теперь И Ничего не изменилось Ну визуально По крайней мере Ну да Визуально Дождите Все трубы Ооо Вот оно Теперь вот так Вот работает Теперь ты это знаешь Зря что Вот они скинули Все это Да Очень плохо Ну теперь Сразу подсвечивают Смотри Да Что работает Что не работает Музыка 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 прикольно здесь я не так делал здесь я делал вот так да сколько мне тут тянуть надо получается мне надо вот сюда завести и вот сюда а я могу уже вот отсюда вывести наверное прямой просто сэкономить кучу труп а нет здесь идеально вот так вот стыкуются ты крут видишь получается мы правильно делали бог милостивый вы это сделали не правда ли мои страдания окончены я вас спас не так ли именно так какой прелестный молодой человек из вас бы вышел отличный слуга я пожалуй откажусь ах да в награду за спасение моей бесценной жизни я вручаю тебе таинственный незнакомец с шикарными бровями этот бессмысленный клочок бумаги который валялся у меня десятилетиями аминь на диване такой поскакал какой удобный диван слушай да и ручки тоже классные спасибо не могу поверить что он действительно ждал все это время пока кто-то придет и починит вентиляцию да уж упрямство ему не занимать это точно без определенной степени безумия невозможно пролежать на месте цель я даже не знаю сколько ну что как насчет выпить выпьем когда выберемся отсюда я мог бы тебе напомнить что у нас воспоряжение все время вселенной ну ладно я слонялся в лесной чаше много дней мрачновато не иначе хоть и бей среди крон искал я славы но зря хорошо что я настойчив да я даже поаплодирую но ну это да ну Продолжение следует...